ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Здесь того постановления о создании комитета был, да, отменили. Ну все, нас уведомили в этом случае. Ну надо заявить и дать ответ. Я о чем говорю, мы его направляем к Лескову. Вот этот ответ администрации. Лесков-то не в комитет обращался. Лесков обращался куда? К главе города. А он отписал комитет. Комитет отвечает, что комиссия, мы получили информацию от отмиска, что комиссия упразднена. Все, точка, мы ничего. Принимаем сведения, да, даду информацию. Кто за? Прошу голосовать. Зачем вот этот долгий путь через комитет? Я не знаю. У меня к вам была большая просьба. Чего вы ходите в комиссию? Значит, походите и нам говорить как есть. А мне эта комиссия нужна была, администрация ее создавала. Вы-то важнее для чего? Не знаю, для чего они ее там создавали. Они меня туда вписали, как представители комитета. Что они там делали, я понятия не имею. Нам было прийти, я не знаю, что они там делали. Олег Цезанневич, я знаю, что они там делали. Заочно. Но там не присутствовала. Я знаю, что вы там делали, Олег Александрович. Так что не надо мне рассказывать. Новости мне все известны. Тихо, тихо, тихо. Переходим к восьмому вопросу, пожалуйста. Обращение жителя города Клесниченко. Вот у нас есть вот такое вот обращение жителя Клесниченко, где он прописывает очень много серьезных проблем, которые, в принципе, по большому счету он должен был отправить в комиссию, которая была создана при администрации города. И там этот вопрос рассматривать. Которую администрация же и закрыла. Вот чего нам вот этот документ представить? Мы сейчас, если начнем здесь все его вопросы разбирать, которые он задает, включая даже такие, которые к нашим функциям не относятся. Вот, тем более, есть вот здесь ответ. Вопрос в другом. Что мы сейчас должны сделать с этим документом? Держать администрацию, направить заявление. Отправить в администрацию? Администрация в курсе, она дала вам пояснение. Вот мы его и отправим, что мы согласны с ней администрацией. Все, все. Есть какие-то вопросы? Можете? Вот я просто почитал, я посмотрел, что он тут пишет. Это надо создавать отдельную комиссию, рассматривать все эти... Если есть ответ именно ему, от администрации. Про проблемы. Давай направим, все. Станьте руководителем этой комиссии, Райд Рокисович. И, может быть, вы возьмите что-нибудь в свои руки, хоть когда-нибудь. Сделайте это и скажите, вот это я сделал, вот комиссию или что-то. Говорите вот так вот, заочно, что-то. Вы это не сделали, вы это. Проще всего всем оплюхи раздавать. Вот вы создайте, пожалуйста. Я конкретно принимаю участие, вам говорю, почему она придет. Вы хоть одно свидание посетили. Результатно. В чем проблема работы этой комиссии? То, что этой комиссии не предоставляются никакие сведения. Ни губернатором, ни правительством, ни РСТ, ни администрацией. А все только махают руками и говорят, нам это не надо. Вот и все, и мне не предоставят. А для этого я и нахожусь в комитете. Я обращаюсь с людьми на комитет, где сидят депутаты, которые являются частью Думы. Которая должна в этом им помогать. В чем помочь? В запросах, в направлении в РСТ, в правительство, требовать с губернатором. Иначе у меня возникает вопрос. Для чего мы здесь все находимся? Для того, чтобы смеяться над тем, что жителю одному не все равно и не безразлично. Жить в этом городе, смеяться над ним и отбрасывать в сторону. А им закрывать комиссии и на этих комиссиях над ними смываться. Вы сами возьмитесь за какое-нибудь дело и доведите его до конца. Все дела, за которые я берусь, я довожу до конца. Сейчас 16-ю дома обсудим и узнаем, за что вы беретесь. С удовольствием. Все, вопрос снял. Еще есть какие-то предложения по данному этому? Нет. Вот здесь вот очень много написано проблем. Ваше предложение, как решать вот эти проблемы, которые нам Константин Ченков прислал? Коллегиально. Как? Каким образом? Коллегиально. Коллегиально? Возьмите на себя вот эту функцию и порешайте. Вы депутат. Сидеть, обсуждать всеми депутатами, членами комитета по городскому хозяйству, находить выходы, выносить эти вопросы на думу и решать коллегиально думой. Вопросы, которые волнуют жителей этого города. Очень эффективное принятие. Завтра избирайте меня тогда главой города, и я буду сам решать эти вопросы. Ваня, президентом. Президентом избирайте, Юрий Владимирович. Олег Александрович, вы не перегибайте здесь, пожалуйста, ладно? Это вы не перегибайте. Это вы не перегибайте в пользу, что вы председатель комитета. Вопрос не в этом. Я с вами разговаривал бы так же, сидя на седьмой рядом с вами. Понятно? Так, Юрий Владимирович. Поэтому здесь надо понимать. Ну нет, коллеги, смотрите. Вот этот документ, в котором реально прописаны проблемы города, которые реально имеют место быть. Может быть, и не имеют место быть. Но эти вопросы, вот как их решать? Вот как? Это мы сейчас на комитете, если будем обсуждать. Да, Игорь Владимирович. Юрий Владимирович, я хочу вам помочь в этом смысле. Данный заявитель, он писал аналогичные письма и в администрацию города. Администрация города, пользуясь своими полномочиями, подготовила этот ответ. Я думаю, что он полный. Я думаю, что он достаточно грамотный и разумный. Я думаю, что надо заявителю подсказать о том, что ответ вам был направлен на администрацию города. Значит, и, пожалуйста, внимательно его читайте и решайте эти проблемы. Еще есть какие-то предложения? Игорь Владимирович, вот знаете, мы достаточно часто получаем обращения от граждан. Например, Дичков Викторович, тоже с расчетами, с таким, ну просто реально талмудами, которые требуют реально, чтобы разбираться, нужны такие познания. И мало того, что материалы, да, которые действительно там соответствуют, но и познания. Я не знаю, конечно, могу там, например, у нас в футбораде таких людей нет. Это надо обладать определенными, не знаю, экономическими, в том числе, знаниями, и, не знаю, чтобы проанализироваться. И это не единственное обращение колесничества. И, может быть, там и есть рациональное зерно. Мы сейчас ему подготовим вот этот ответ. Должны разбираться специалисты. Понимаете, я не знаю, в администрации разобирались кто-то с этим вопросом. И сколько вот у нас было комиссий, и там с 2003 года, вот сколько я работаю, сколько было этой комиссии. Более-менее где-то в официальных органах фигурирует, если это только считается с экспертными заключениями. Все вот такого плана, ну как бы вот расчеты, даже если они обоснованы, никто никогда не до конца, ну не знаю, не доводил, никогда никаких выводов не было. Поэтому, может быть, какой-то, не знаю, здесь вариант именно мнения специалистов в администрации, кто-то... Ну вот это же и есть. Нет, здесь есть ответ. Ну что вы у нас опять эти в уголки в сторону? Вы, Соловская, они же, наверное, эти специалисты, у них есть свой штат, есть люди, кто этим делом занимался, они же причиной, чтобы подписать... Из этого ответа не следует, что они цифры проанализируют, понимаете? Нет, на них покажу, он пункт дает ответ, что это является неслисообразным, это значит так, это так, это так, все пишут. Иван Ильич, давай предложение, мы огласуем. Значит, они его посмотрели, то мы... Мы не специфируем ответа. Ну, ответ администрации, мы его как бы согласовываем, да? Мы его пишем и говорим о том, что ответ администрации получен, вот, пожалуйста, читайте. И до осени забудем, сейчас весна, он уедет на дачу, осенью вернется в октябре, и опять будет сописник. Да нет, это долгая история, здесь так нельзя подходить, здесь надо... Ладно, мы подумаем, что-нибудь с этим делом, давайте мы принимаем к сведению, да, данную форму? Значит, эти вопросы, эти вопросы, они ведь уже больше 10 лет мусиры за том, что у нас завышенные тарифы на тепло. Да, 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 да. Тезис спорный, то ли завышенный, то ли не завышенный. Сегодня в городской думе нет специалистов, которые бы могли компетентно дать ответ на этот вопрос. Нет у нас нет. В администрации таких специалистов, может быть, и есть, но я тоже сомневаюсь. Почему? Потому что сегодня роль администрации в регулировании тарифов на тепло и горячие воды заключается только в том, что РСТ, региональная служба по тарифам, неким образом согласовывает предельный индекс повышения этих тарифов. То есть администрация, там, если запрос приходит, пишет, что мы не возражаем, что повышение тарифов будет не более 5-10%. Ну, в разу цели. По этому вопросу несколько наших жителей обращались в суды. Уже пройдены кучи судов. По-моему, если я не ошибаюсь, фамилия Алексеева такая есть у нас, жительница нашего города. Она судилась несколько раз. И по поводу собственных тарифов, и по поводу того, что эти платежи взимаются в течение 12 месяцев, а не 7, скажем, в период отопитных сезонов. Поэтому вот принимать эти письма и пытаться дать какой-то компетентный ответ в городской думе, я считаю, это неправильно. Неправильно. Надо просто при получении такого письма, при его регистрации, когда заявитель пришел в общий отдел Думы, там, или куда он обращается, или письмо пришло, надо просто давать, что вам следует обратиться туда, в РСТ. Он отвечает, РСТ мне дала, я ответом не удовлетворил. Тогда куда ему идти? В суд. Вот здесь городская дума может помочь любому заявителю, составить исковое заявление в суд, чтобы суд поставил окончательно точку в том или иномном вопросе. Все, а иначе занимается перепиской, люди, ага, думает, приняла, сейчас она вот даст мне ответ, и они надеются. Зачем людей обнадеживать тем, что мы не можем компетентно сделать? Ну вот еще один момент. Ситуация зависит от изменения. В 2003 году у нас полномочий было много по тарифам, по всей тарифе были у нас в руках, то есть сейчас практически нет. Ну, в том-то и дело, что... А Виктор Иванович, как судит, как бы все пас, все пас, все пас, постарился, да. Это уже Евгений, товарищи. Это... Принимаем информацию сведения. Кто за, прошу голосовать. Предложение Евгений Евгеньевич. Кто против? Кто удержался? Спасибо. Спасибо.